Всем привет ребят, с вами мистер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен второму дню новой замечательной игры. Вчера я захейтил все это дело, захейтил весь ивент в связи с тем, что у нас не работал сайт, в связи с тем, что я не понимал до конца вообще, как это все должно работать и с чем оно вообще связано и как его и с чем едят. Но сегодня у нас уже полноценно второй день, вчера поздно вечером наконец-таки заработал у нас сайт, наконец-таки все адекватно стало работать. Я по-быстрому довольно-таки выполнил сегодняшние миссии, ежедневные и особые. Что касаемо особой миссии, то у нас была заданка на 30 аптечек, это ну изи катка, да, то есть тут вообще не о чем говорить. Очень простая легкая заданочка, которую на изи катке можно выполнить и здесь наверное даже не нужны никакие лайфхаки и способы как быстро все это дело выполнить. Соответственно сегодня мы забираем призы, ну призы канистры можно так сказать, да, топливо забираем и отправляемся на сайт, прокачаем, посмотрим пару-тройку вот этих вот левелов. И ко всему прочему сегодня сделаем акцент на том, что вчера вечером также на стриме нам показал подписчик, который имел больше 200 канистр и мы с вами вместе окунемся и посмотрим какие вообще призы нас ждут в дальнейшем за этот самый ивент. Если изначально все думали, что здесь реально на этом ивенте можно будет нереально жестко и круто зафармить, то ближе к концу данного видеоролика я расскажу все, что я думаю по этому поводу и в чем же как бы заключается вся суть и весь прикол данного ивента. Поэтому пока что мы забираем канистры за второй день, мы забираем особую и забираем ежедневные. Надеюсь все вам видно, все четко, все аппетитно, сочно, нагибаторски. И полноценно я вчера сделал ход, да, я подкачал вот эту вот замечительную темочку. Теперь у нас имеется второй полноценный ход, то есть я на два шага вперед дал, плюс за сегодня мы, я так понял, что попробуем еще дальше пройти. Надеюсь назад меня не откинет, плюс 500 кристаллов и еще один шаг назад меня на два кидают, вообще прикольно. Круто, я упал на начальную вольту и зафармил, грубо говоря, за сегодняшний день 500 кристаллов. Очень жестко, очень круто, как я вчера говорил, ес, круто, вообще кайф, вот это фарм, вот это дикая тема. И теперь уже поговорим о дополнительных, наверное таки, минусах данного ивента. Да, если изначально казалось, что здесь разработчики дают какую-то халяву и есть возможность не кисло зафармить и контейнеров, и там хт, хоппер, кризис, голды, таткойны, кристаллы. Да, все вообще на таком изичах, на особых миссиях, да, то есть как бы все думали, что будут сложные миссии, да, их выполняешь, но при этом получаешь крутые призы. То есть, да, идея ясна, понятна, но, как всегда, что у нас может быть в танках, это печальная реализация всего этого. Поэтому я включаю фрагментик, который у нас полноценно записался вчера вечером. Это фрагмент, в котором у молодого человека с ником слабый имелось 228, я так понимаю, топлива. Это топливо за один день, особая миссия, плюс ежедневные задания, плюс 220 было за донат, если я не ошибаюсь, 200 стоит около 15 тысяч танкоинов, плюс еще 20 за еще дополнительную сумму. Ну, я не особо шарю там за донаты, сколько это все дело стоит, но стоит дорого, определенно дорого стоит. И когда челы тратят такие количества, то хотелось бы, наверное, верить в то, что с них они что-то полноценное, крутое могут выбить. Но, что же мы видим здесь? Мы видим, как потихонечку тратится энергия, да, есть у нас какие-то проходы по шагам, есть вроде как, ну, не такие, с одной стороны кажется, печальные призы, да, с другой стороны полностью провальные, да, то есть, как бы, проходишь станции и получаешь по 500 кристаллов. Что это такое? Почему дают так мало? У меня вопрос один, да, один золотой ящик, я еще могу хоть как-то понять, но 500 кристаллов, 500, 500, вы вдумаете, все в цифры, 500 кристаллов, за одну матчмейкинговую катку на повышенных фондах можно получить за 7 минут минимум 4 тысяч, 4 тысяч, то есть, если вы запотеете, там, пятерочка, шестерочка, да, то есть, 4 тысяч. 500 кристаллов, это дают, ты выполняешь особую миссию, за которую не получаешь ничего, просто ничего, то есть, вот вчера была супермиссия, 5 тысяч очков, ты не получаешь за нее ничего. Вот, например, 150 осколков, это полтора контейнера, здесь же, если переводить в этот же самый эквивалент, это 500 кристаллов. 500 кристаллов равно полтора контейнера плюс звезды, которые у нас даются, например, в особых миссиях, плюс, ко всему прочему, там есть и другие особые миссии, которые идут, здесь же такой возможности нет. То есть, ивент есть, задумка есть, в сумме за донат где-то около 15 или сколько, ну и, короче, я не знаю, но большой донат, денежные вложения, за большое денежное вложение, молодой человек получает 7 тысяч кристаллов, 70 тонкоинов, 10 золотых ящиков. И все это дело за 230 энергий. Просто вдумайтесь, 230 энергий, это дофига, это очень много. И за это чел получает такой мизер, да, то есть, 10 голдов, я могу еще как-то согласиться, но 7 тысяч кристаллов, это просто что? Это вообще с чем едят? Как можно давать так мало? То есть, челы потеют, выполняют особые миссии, да, то есть, окей, ладно, сегодня там, ну, ремки прожать, это, ну, как бы, я вообще ничего не говорю, потому что это изи как, да, но полноценно это сумма, которую может зафармить без донатер за 15 дней, 230 энергии, топлива. И за эту, вот, то есть, как бы, за полный, полноценный ивент, ты в сумме с откатами, подкатами, да, в этом ивенте, да, понятное дело, что кому-то будет больше вести, кому-то меньше, но в сумме ты получаешь 7 тысяч кристаллов, 70 конкойнов и 10 голдов, потея и выполняя ежедневно, особые ежедневные задания. Я считаю, что это, ну, очень мало, ну, прям очень мало. Ну, то есть, другой аргумент, да, и другой, другой момент. То есть, 230 энергии, это, как я сказал, 16 дней, да, у нас ивент идет 18 дней. Якобы на половине, на половине у нас дается Хопер-ХТ. Если смотреть и верить станциям, то есть, молодой человек прошел за 230 топлива, он прошел 21 станцию. Одна планета, это 22 станции, то есть, на середине первой, после первой планеты, да, то есть, на середине вот в этой, всего у нас, как бы, получают три планеты, и вот на полторашке будет, будет Копер-ХТ. Но, чтобы до туда дойти, надо иметь минимум где-то около 300 топлива. А чтобы получить 300 топлива, 18 дней вам не хватит. У вас в сумме может быть, ну, где-то 270, наверное. Я, конечно, не считал, ну, чисто теория. У вас будет где-то 270 топлива. Я, ну, я не знаю, о чем говорить, да. То есть, вчера я уже, как бы, засрал все, что можно, потому что не работало нормально. Поэтому, сегодня говорить о том, что это полнейшая шляпа усатая, и то, что, зачем они это сделали, ну, с другой стороны, они могли этого не делать, да. То есть, ничего бы не было нового. Есть задумка, есть, как бы, интересный мув, да. Но, это выглядит больше, как демо-версия. Это выглядит, как демо-версия, которая не доработана, которую можно раскручивать, так же, как челленджи. И, если разработчики реально думают своей головой, они должны понимать, что эта схема может приносить тоже хороших денег. И, здесь, здесь, все, что нужно им сделать, это сделать нормальные призы. Сделать нормальные призы. И, дать возможность, дать возможность каждому просто получать какие-то нормальные призы. Ну, например, хотя бы за 10 станций давать там пару контейнеров. Ну, ну, в чем проблема? Давайте контейнеры. Давайте, там, немножко, coin, этих, там, coin, голдов побольше. Не по 500 кристаллов давать. Ну, по 5000 давать. Ну, в чем проблема, боже? 5000, это что? Это сумма какая-то. Ну, 500, ну, это смех просто. Ну, это смех. Мне смешно, когда дают 500 кристаллов. Когда вчера увидел, мне плохо стало. Ну, серьезно. То есть, я потел, бил 5000. Ну, окей, я еще, как бы, старался. Меньше, чем за час набил. Потел. И получил 500 кристаллов. Сегодня набил заданки. Ну, в сумме тоже чуть-чуть меньше, конечно, потратил. Но тоже потратил довольно приличное время. Получил 500 кристаллов. Спрашивается, зачем мне это надо? Зачем мне потеять? Зачем я выполнять особые тюниси? Если я не получаю за это ничего хорошего. То есть, поэтому я больше склоняюсь к тому, что это, наверное, демо какая-то версия. Ну, и, наверное, теперь кто еще хоть как-то верил в то, что вы можете получить там халявный кризис, там, халявные хэкстишки, могут для себя наверняка понять, что вы этой халявы не получите. Поэтому как-то так. Вот теперь я задумался о том, стоит ли это вообще того или нет. Пишите, что вы думаете. Поддержите видео и ролик лайком. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не делали. У меня на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.